Молоко, мясо, фрукты, крупы В Минэкономразвитие регион объясняют, в Самарскую область фрукты и овощи зимой везут из Турции, Эквадора и других стран. Такой резкий скачок цен связан в первую очередь с колебанием курса рубля. Как вы закупали, грубо говоря, 2 доллара за килограмм бананов, так он стоит 2 доллара за килограмм бананов. Если пересчитать на рубли, то как он раньше стоил 30 рублей за килограмм бананов, так он сейчас стоит 50 рублей за килограмм бананов. Чтобы стабилизировать ситуацию и остановить рост цен, крупные торговые сети начали охотнее принимать на реализацию продукты местных производителей. Казалось бы, молоко и мясо местные, но цены на них не снижаются. Фермеры говорят, и рады бы отдавать дешевле, но и у них расходы немаленькие. Корма и топливо дорожают буквально на глазах. Если в феврале дизельное топливо в закупке стоило 30 тысяч, то сейчас уже 35. Цены на зерно выросли в два раза практически, там с пяти, по-моему, рублей, да? После того, как выросли корма, сейчас вот опять маленько мы подсели по рентабельности. Тут еще сказывается сезонный спад, поэтому где-то возле пока себестоимости крутимся. Чтобы сделать продукты питания более доступными, в Самарской области по поручению губернатора Николая Меркушкина регулярно проводятся сельскохозяйственные ярмарки, где люди могут сделать запасы по достаточно демократичным ценам. Сейчас цены на продукты стабилизировались, дефицита в области нет. Молока, хлеба, мяса и овощей хватит на всех. В Министерстве сельскохозяйственной Российской Федерации была защищена регионально значимая экономическая программа развития мясного скотоводства. Мы дополнительно получим 40 миллионов рублей на эти цели из федерального бюджета. Долгосрочные прогнозы эксперты делать не берутся. Мониторинг цен Министерства экономического развития области проводят каждую неделю. Резкого подорожания не обещают, но и ощутимого снижения цен в ближайшее время ждать не стоит. Лариса Шлафаст, Дмитрий Мишканцов, События. В ситуации кризиса каждая копейка на счету. Бюджет Самары может пополниться на 10 миллионов рублей за счет наружной рекламы. Городские власти провели инвентаризацию всех рекламных конструкций на улицах Самары. Сооружения, установленные самовольно, будут либо демонтировать, либо легализовывать. А врученные средства направят в городскую казну. Всю наружную рекламу в городе посчитали. На улицах Самары почти 7 тысяч рекламных конструкций. Львиные доли из них – это реклама на фасадах зданий, меньше на крышах, ограждениях и заборах. При этом лишь 4% сооружений имеют разрешение. У остальных его просто нет, либо оно заканчивается уже в этом году. У владельцев сооружений есть выбор – либо демонтировать рекламу, либо получить на нее разрешение. Для этого придется заплатить госпошлину в размере 5 тысяч рублей за каждую конструкцию. Эта сумма выплачивается единовременно на срок разрешения – 5 лет. Если предположить, что разрешения будут выданы на 30% от выявленных рекламных конструкций, предполагая, что на большую часть не удастся получить согласие собственников жилья, то возможно за счет госпошлины пополнить бюджет города на сумму до 10 миллионов рублей. В случае, если собственники так и не получат разрешение и не демонтируют конструкцию, их ждет штраф – от 500 тысяч рублей до миллиона. Мэр Самара Олег Фурсов поручил главам районных администраций провести переговоры с владельцами рекламных сооружений по их легализации. Сейчас больше всего рекламы в промышленном и советском районах, меньше всего в Куйбышевском. 90% собранных денег пойдут в районы. Уважаемые коллеги, эту работу нужно организовать. На этапе встречи кто-то, конечно, откажется, кто-то согласится. Но штраф от 500 до 2 миллиона рублей, я думаю, он будет здесь таким определенным катализатором, который либо ускорит легализацию, либо ускорит демонтаж этих рекламных конструкций. На переговоры с собственниками рекламных конструкций глава администрации дал две недели. Марина Матвеевична, Павел Пресняков, События. Количество проблемных объектов долевого строительства с 2012 года сократилось почти в три раза. Из более сотни осталось 27. Квартиры в них купили порядка 2,5 тысяч человек. Напряженность удалось снять благодаря совместной работе региональных и муниципальных властей. Среди проблемных объектов как недостроенные дома, так и уже заселенные, но не введенные в эксплуатацию. Таких 16. Возможности в них жить люди добивались через суд. Дома не принимают в основном из-за проблем с благоустройством прилегающей территории, нарушения правил противопожарной безопасности и невозможности подключить дома к инженерным системам по постоянной схеме. Как сообщили в городском департаменте строительства, сейчас определяется механизм, который позволит устранить эти недочеты и ввести дома в эксплуатацию. Проблемные объекты будут достраивать компании, которые определил специальный конкурс. Муниципалитет бесплатно передаст им земельные участки. Глава администрации Самар Олег Фурсов поручил взять эти объекты на особый контроль. Просьба такая, взять под контроль оформление документов необходимых, и от застройщиков потребовать конкретные календарные сроки выполнения тех или иных этапов строительства. Чтобы мы четко могли людям говорить, что, например, в мае или августе 2016 года будет введен в эксплуатацию тот или иной объект и будут предоставлены ключи людям. Генеральная уборка города для управляющих компаний – самое подходящее время, чтобы проявить себя на практике. Что касается теории, более 400 представителей УК сдали экзамен на получение квалификационного аттестата. Этот документ необходим организациям, которые собираются управлять многоквартирными домами. За коммунальщиками следит зоркий глаз представителей лицензионной комиссии. Право управлять многоквартирными домами теперь нужно заслужить. В Самаре представители и руководители управляющих компаний сдают экзамены в лицензионной комиссии. Своего рода аттестат зрелости с этого года коммунальщикам необходим. Это одно из условий получения лицензии, наличие которой дает право работать на рынке ЖКХ. Лицензию можно получить на территории одного субъекта федерации и работать только в этом субъекте федерации. Если к нам завтра придут, после 1 мая придут управляющие компании, имеющие лицензию, допустим, в Саратовской или Ульяновской области, она у нас уже не может работать. Экзамен уже сдали более 400 человек. Около 50 на него не явились. А вот у тех, кто испытания не прошел, таких более 40, сбудется мечта нерадивого студента. Пересдавать экзамен можно бесплатно и бесконечно. Но аттестат не единственное условие для получения лицензии. Руководители управляющих компаний должны подать в госжилинспекцию заявление. Автоматически разрешение никто не даст. И предоставить всю необходимую информацию о своей работе. Лицензия выдается именно на деятельность организации, а не на саму управляющую компанию. Мнение жителей тоже будут учитывать. Местная администрация обязана предупредить жильцов, что их управляющая организация желает пройти лицензирование. Им дается 30 дней на принятие решения. Они в течение 30 дней имеют право отказаться от услуг данной управляющей организации. Не мотивируют это как-либо. Просто не хотим с ней работать. Могут принять такое решение на общем собрании. В том случае, если к нам жилищный инспекция посовет протокол общего собрания, что жители некоего дома отказались от услуг своей управляющей организации, данный дом автоматически исключается из реестров данной управляющей организации. Если из реестра управляющей компании исключат 15% от общей площади всех домов, разрешение аннулируют. В лицензионной комиссии поясняют, получить документ легче, чем его удержать. Главная цель, чтобы жители могли влиять на работу управляющих компаний и требовать то, за что они платят. По закону, с 1 мая ни одна управляющая организация не сможет работать без разрешающих документов. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. Студентам, чтобы потрудиться на благо города, разрешающих документов не надо. Только энтузиазм. А с ним все в порядке. Студенты Университета водного транспорта взялись для лопаты и очистили от снега территорию, расположенного по соседству детского сада в Самарском районе. Участие в большой уборке, начавшейся в Самаре раньше обычного, будущие моряки восприняли как дело чести. С корабля не на бал, на уборку. Буквально в нескольких метрах самая большая река Европы, а будущие штурманы и боцманы вырошат снег на территории детского сада номер 144. Михаил Москаленко, пока только первокурсник, учится в Университете водного транспорта на электромеханика. Мечты самые смелые. Хочет стать капитаном корабля дальнего плавания. Уборка на суше, говорит, как тренировка. Поначалу и ему придется палубу драйвить. Легко, конечно, для доброго дела. Но это очень нужная вещь, потому что люди должны заниматься чем-то, помимо того, что они учатся, помогать людям. На уборку студенты выходят практически каждый день. В ВУЗе работает волонтерское движение. Сейчас в Университете водного транспорта учатся порядка 400 человек. Многие помогают общественным организациям, больницам, детским садам. Будущие покорители морей взять в руки лопаты, как настоящие пионеры, всегда готовы. Это тоже сплачивает их как коллектив студенческий. И плюс еще они, мне кажется, получают свое какое-то внутреннее удовлетворение для того, что они приносят пользу нашему городу, району. На просьбу убраться у детского сада волонтеры отреагировали, не раздумывая. Мы хотим, чтобы наш город, наша территория была краше. Поэтому обращаюсь за помощью к студентам. И хочу сейчас всех поблагодарить. Молодцы ребята. Благоустройство города в этом году началось раньше обычного. На улицу, вооружившись инвентарем, ежедневно выходят школьники, студенты, сотрудники коммунальных служб, работники предприятий, общественных организаций. Кульминацией большой генеральной уборки станет субботник, который состоится 18 апреля. Принять в нем участие могут все неравнодушные жители города. Алина Чемерис, Алексей Золотенков. События. Чистота и порядок – залог здоровья и хорошего настроения. Простую истину взрослым на личном примере не первый год доказывают школьники. Вот и на этот раз экологический автобус с учениками 175-й школы отправился в парк «Дружба». К юным активистам присоединилась и Анастасия Зубарева. А гид-плакаты, частушки – экологические игры. Эти дети знают, как привлечь внимание к вопросам экологии. Ученики 175-й школы традиционно каждую весну начинают с наведения порядка. Сначала в школе, потом выходят и на новый уровень. Чего и всем окружающим их людям советуют. Мне кажется, что нам надо побольше народу, чтобы убрать грязь, чтобы привести город в более-менее состояние хорошее. Мы любим помогать людям, убираться, чтобы было чисто. Мы любим, чтобы было чисто. Сейчас начинает все таять, видно мусор, и это не очень красиво. Тем более, что сейчас приближается такая дата, как 70-летие Дня Великой Победы. И наверняка всем самарцам хочется, чтобы город был чист. По поручению главы администрации Олега Фурсова, работы по благоустройству города начались намного раньше обычного. В стороне от глобальной уборки не остаются ни трудовые коллективы, ни молодое поколение. Именно школьники и студенты – самые активные помощники в большом деле благоустройства города. Экологическое воспитание является приоритетным направлением нашей школы. Поэтому это очень приятно, что у нас в городе есть такие мероприятия, которые позволяют сделать не только крашу родную школу, школьный двор, но еще украсить город. Присоединиться к сознательному подрастающему поколению можно уже в эту субботу. В Самаре состоится гагаринский субботник, а 18 апреля все жители приглашаются на общегородскую генеральную уборку. Анастасия Зубарева, Максим Гусев, События. Мастерство на высшем уровне. Жители Самарской области, участники чемпионата WorldSkills России продолжают удивлять жюри профессиональными навыками. Напомним, региональный этап чемпионата профмастерства по стандартам Международной некоммерческой ассоциации стартовал в областной столице 6 апреля и продлится до 9. За это время за звание лучшего повара, облицовщика, сварщика будут бороться студенты областных СУЗов. На этот раз мастерство показали те, кто осваивает профессию автомеханика. Чайникам здесь делать нечего. Это работа для настоящих профессионалов. С самого утра участники чемпионата проходят своеобразную полосу препятствий. Испытания проходят в 4 этапа. В первом ребятам предстоит провести компьютерную диагностику двигателя автомобиля, выявить неисправность и устранить ее. А где спрятана загадка, знают лишь наблюдатели. Они же судьи и акулы авторемонта. Неисправности мы закладываем сами, то есть перед каждым конкурсантом. То есть задания у всех одинаковые. Окончанием задания является запустить двигатель, чтобы не было ошибок в кодификаторе. То есть все удалить, автомобиль работает, вся система исправных заданий выполнена. Как и полагается, участники немного волнуются. Из-за этого и время выполнения задачи у всех разное. Влад Александрин, например, в себе уверен. В этом году молодой человек заканчивает Поволжский государственный колледж. По профессии автомеханик. Сегодня он выполнял задания по ремонту коробки передач отечественной легковушки. Признается, свой автомобиль всегда на ходу, на высоте. И все это без лишних затрат. Копаюсь, можно сказать, всегда. Что-то доделаю, переделываю. Поставил мне четырехконтурную пневмоподвеску, колеса. Вот, музыку, само собой, ксенон, делаю всегда. Умением работать не только головой, но и руками могут похвастаться 70 участников регионального этапа чемпионата WorldSkills. Жюри предстоит выявить лучшего в 12 профессиях – парикмахеры, электромонтажники, сварщики, повара. Основная цель чемпионата – популяризация рабочих профессий, а также повышение профессиональной подготовки и квалификации специалистов по всему миру. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События. К новостям спорта. Баскетбольный клуб «Самара СГЭО» выиграл регулярный чемпионат Суперлиги. Особенно спортсменам удалась концовка турнира. Несколько игр подряд они не знали вкус поражений. И последний матч самарцы тоже выиграли. Как это было, увидел Сергей Кизоркин. Заключительный матч регулярного чемпионата страны по баскетболу «Самара СГЭО» выиграла у Свердловского Урала. Хотя начало первой четверти горожане проиграли по всем статьям. Однако нашли в себе силы и на перерыв ушли при счете 20-20. Второй период прошел на равных, но табло показывало преимущество Урала в два очка. Нам просто надо было выиграть сегодня, и тогда мы точно были на первом месте, что мы и сделали. Большой перерыв пошел на пользу самарской команде. Тренер нашел нужные слова, и экономисты показали атакующий баскетбол. Шли на обострение и начали забивать трехочковые. Результат не заставил себя долго ждать, и «Самара» вырвалась вперед 46-36. Тренерская магия. Это Сергей Александрович, заслуженный тренер России, чтобы, наверное, в любой ситуации находить какие-то подходы и слова для того, чтобы мотивировать и настраивать команду на победу. В концовке матч «Урал» пытался догнать соперника, но «Самарцы» отлично сыграли в обороне, перехватывали передачи гостей, снимали мячи с кольца. «Нужно уйти в самое начало сезона, потому что мы об этом говорили, и можно говорить дальше, что это другая команда «Урал», а не та, которая начиналась сначала. Поскольку не хватает реально народу и глубины состава для того, чтобы играть в таком темпе всю игру». В итоге последняя встреча сезона завершилась со счетом в 80-63 в пользу экономистов. И «Самара» с Гейл – победителя регулярного чемпионата Суперлиги. Команду, которая впервые за последние несколько лет добилась такого результата, поздравил глава администрации «Самары» Олег Фурсов. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. С 13 по 18 апреля в Ледовом дворце спорта ЦСК ВВС пройдет Кубок Владислава Третьяка. Турнир проводится с 2008 года. Он один из массовых в стране детских турниров по хоккею с шайбой. Сразиться на льду в губернию приедут воспитанники детско-юношеских хоккейных школ, ведущих российских клубов, выступающих в континентальной хоккейной лиге. В рамках соревнований будет проведено 20 игр, а также мастер-класс хоккейной команды ЦСК ВВС для юных спортсменов. Мероприятие организовано администрацией «Самары» Федерации хоккея России при поддержке Министерства спорта Самарской области. Я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале «Самары ГИС». Льготную ипотеку россияне сочли слишком дорогой. Согласно опросам в «Самаре», лишь 8,5% горожан готовы воспользоваться ипотекой под 12% годовых. 50% опрошенных считают ставку слишком высокой. Согласно опросу, каждый восьмой горожанин уже выплачивает ипотеку, а каждый шестой не испытывает потребности в кредите на покупку жилья. Просрочка по кредитам физических лиц в первом квартале 2015 года резко увеличилась. Объем просроченных долгов с начала года по 31 марта вырос на 13,4%, до 755 миллиардов рублей. Сейчас каждый пятый россиянин имеет проблемный кредит. При этом к концу года ожидается наличие такого кредита у каждого третьего. Согласно данным опроса, 38% россиян с проблемной задолженностью испытывают затруднения в погашении долга из-за резкого ухудшения материального положения. Год назад такую причину озвучивали только 20% человек, а в 2012 году лишь 10%. Еще 20% не могут платить по кредиту из-за потери работы. Правительству надо бы мораторий на выплаты наложить месяца на два. Поездки россиян за рубеж на майские праздники в этом году сократятся на 25%. Однако еще три месяца назад туроператоры прогнозировали падение турпотока вдвое. Россияне выбирают страны с недорогим авиаперелетом, например, Израиль или Чехию. Однако большинство решило провести весенние каникулы дома. Спрос на внутренние направления вырос на 15%. О снижении зарубежной туристической активности россиян свидетельствуют и данные Росавиации. Общий пассажиропоток снизился на 1,3% по сравнению с первыми двумя месяцами 2014 года. Произошло это в первую очередь за счет международных направлений. Российский фондовый рынок открылся снижением. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1697 пунктов. В аутсайдерах – ТМК, АФК-система, Лукоил, Мичел, Новотек и Полиметал. Среди лидеров роста – Яндекс, НЛ России, Магнит, КамАЗ и Акрон. К открытию торгов в России сложился нейтральный внешний фон. Американские индексы завершили торговый день в плюсе. На азиатских площадках преобладает позитивная динамика. Сегодня европейские инвесторы возвращаются на рынок после пасхальных праздников. На сырьевом рынке инвесторы фиксируют прибыль после бурного роста котировок накануне. Курс доллара на 7 апреля – 56,51 рубля. Курс евро – 62,03 рубля. Золото стоит 2177 рублей за грамм. Серебро стоит 30,60 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 58,76 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Самарченко Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Самарченко придумала хоккейный талисман к чемпионату мира 2016 года. Самарцы выиграли международную велогонку Туркубани. Баскетбольные экономисты выиграли регулярный чемпионат Суперлиги. Заключительный матч регулярного чемпионата страны по баскетболу Самара СГУ выиграла у Свердловского Урала. Хотя начало первой четверти горожане проиграли по всем статьям. Однако нашли в себе силы и на перерыв ушли при счете 20-20. Второй период прошел на равных, но табло показывало преимущество Урала в два очка. Большой перерыв пошел на пользу самарской команде, тренер нашел нужные слова и экономисты показали атакующий баскетбол. Результат не заставил себя долго ждать и Самара вырвалась вперед 46-36. В концовке матч Урал пытался догнать соперника, но самарцы отлично сыграли в обороне. В итоге последняя встреча сезона завершилась со счетом 80-63 в пользу экономистов. И Самара СГУ победитель регулярного чемпионата Суперлиги. Четвертый, заключительный этап международной многодневной велогонки Туркубани выиграл самарский спортсмен Дмитрий Самохвалов. На втором месте оказался его брат-близнец Антон. После третьего дня соревнований гонщики оторвались от ближайшего преследователя, также россиянина Сергея Николаева, на 56 секунд. Отмечу, чемпионы Туркубани катаются за профессиональную команду Итера Катюша. Наталья Петухова вошла в четверку финалистов конкурса «Идеи талисмана» чемпионата мира по хоккею. Турнир пройдет в 2016 году в Москве и Санкт-Петербурге. Жюри оценило 20 конкурсных работ. Топ определился после интернет-голосования. Теперь экспертам предстоит сделать сложный выбор между лайкой Байкала Натальей Петуховой из Самары, русским богатырем Анастасией Волокжаниной из Архангельска, самоваром Булата Юнусова из Татарстана и котом-матросом Филиппа Чалова из Москвы. Победителя конкурса «Талисмана» определит Федерация хоккея России и Международная федерация хоккея. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Субтитры создавал DimaTorzok